На 53-ю внеочередную сессию посчитали нужным прийти всего 16 депутатов 5-го созыва из 25 действующих. Но это не помешало им сделать прощальное фото на память. Произошло это уже после сессии. Перед этим народные избранники обсудили 5 вопросов повестки. Большинство из них имели лишь технический характер, но вот один вызвал довольно бурную дискуссию между юристом Горсовета и Каннским межрайонным прокурором. Пункт 7.1. Исходя из требований о том, что он не соответствует закону, имеющему большую юридическую силу, считаю необослованным и оснований для удовлетворения протеста у нас не имеют. Речь идет о протесте Каннского межрайонного прокурора в отношении решения Горсовета о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Каннске. По мнению надзорного органа, в положении нужно указать срок аренды, за истечением которого предприниматель имеет право приватизировать арендуемое помещение, а также срок рассрочки. Но если все законом предусмотрено, да, и эти два года, этот год, рассрочки, пять лет, то зачем тогда ваше положение существует? Если уж, как говорится, принимаете решение, то мы на этом и наставим, что оно должно быть соответствовать полностью всем законодательным требованиям Российской Федерации. Многие собравшиеся не поняли, что, собственно, мешает добавить в положение этот пункт, поэтому после бурных обсуждений было принято решение доработать документ и передать право рассмотреть его уже новому шестому созыву. Вопреки ожиданиям, не стали рассматривать и даже не включили в повестку принятие решения об изменениях в управлении архитектуры. Согласно новой инициативе, управлением архитектуры и градостроительства должен управлять не главный архитектор, а руководитель. Вопрос важный, вот эта архитектура вообще в целом. У нас много вопросов вообще к архитектуре, к работе. Уже следующий созыв пришел, у нас градоплана нет. Мы никак, и деньги давно уже оплочены. То есть много вопросов, мы хотим прямо очень плотно поработать по этим направлениям. Впрочем, несмотря на то, что до сегодняшнего дня должность главного архитектора все же предусматривалась, должной работы в этом направлении, по мнению депутатов, все равно не проводилась. Поэтому некоторые считают, что поправить эту несправедливость нужно. У нас очень большая проблема с главным архитектором. Мы на должность на эту никого не можем взять. Я еще раз подчеркну, после Фролова, когда его жестко увольняли через суды, надо было бы ни в коем случае его не убирать. Архитектор, он по идее нужен, но его нет. Где его взять? И вот в целях контроля, то есть в целях принятия решений каких-то оперативных, нужен руководитель. Как сложится ситуация с изменениями формулировки в должностях управления архитектурой и градостроительства, а главное, сменится ли его начальство, пока неизвестно. Скорее всего, этот вопрос будут рассматривать и принимать, или же не принимать уже новым составом Горсовета. Татьяна Блинкова, Александр Миниев, телекомпания «Канск», 5 канал.